Ну что, ребят, всем привет! Я Тимофей Лапшин и это новый выпуск Лапшин Лайф. И начиная его из Кореи, из Пьянчанга. Недавно я получил травму, как вы видели в инстаграме, вот здесь вот сломал косточку, но об этом расскажу немножко позже. Сейчас бы я хотел вернуться на несколько месяцев назад и показать вам материал, который был снят еще на Чпионате мира и в концовке сезона. Ну и, соответственно, посмотрим пару выпусков и потом уже вернемся сюда, в Корею, где я вам буду все рассказывать, показывать, как я тренируюсь, готовлюсь к новому сезону. Ну и, соответственно, погнали смотреть! Ну что, ребят, всем привет! Это новый выпуск Лапшин Лайфа. Начинаем его с аэропорта Инчона, но не так, как я в него прилетел, а уже улетаю. У меня прошел Чпионат Кореи, так, в трех словах, равно расскажу, что выиграл все четыре гонки. Там был спринт, масс-старт, две эстафеты, но предварительно были там некоторые, так сказать, разборки. Я не хотел бежать четыре гонки, но меня, может, так сказать, заставили. Ну, для клуба это очень важно, ну и там для зарплаты так же. Вот, а я хотел сохранить силы для Чпионата Мира. Ну и, как слышите, я немножко подпростыл после этих четырех гонок, потому что это уже 20 гонок я провел в этом сезоне. И, ну, конечно же, с семьей повидался. Это очень классно. Чувство такое, особенно, когда только приезжаешь. Ну и уезжать тоже, конечно, не хотелось еще. Потому что дочь немножко подзаболела, простыла так же, как и я. И с температурой было вообще очень трудно уезжать. Вот, но надеюсь, что у меня все по-легкому. Сейчас заложен немножко нос, горло уже не болит, но закладывают ухо. Это очень, конечно, плохо перед полетом. Но надеюсь, все будет хорошо. Ну, а едем сейчас в Оберхов. Летим, вернее, во Франкфурт. Потом сразу переезжаем в Оберхов. И там, я так понимаю, все команды живут в одном месте, в панораме. Поэтому уже, наверное, увидимся там. Погнали. Ну что, я на стадионе Оберхов. Не знаю, как по качеству сейчас видео, потому что сейчас вся камера опять. Как обычно, видите, погода здесь. Дождь, снег, туман. Забросала всю камеру, и она была очень качественной. Мы добрались благополучно, в принципе, без всяких проблем. То есть, полет там у нас составил 13.45. Ну, как-то полет прошел быстро. Там, только спал, ел, спал, ел. И потом, получается, с Франкфурта 2,5-3 часа мы ехали. Быстро приехали, заселились, поужину, спать. То есть, в принципе, я перестроился быстро на это время. Сейчас вот трасса еще вся закрыта, получается. Стрельба сейчас закрыта, вернее. Ну, в общем, короче, сейчас пойдем потренируемся немножко. И сейчас еще потестирую одежду. Помните, такую биатлонистку Ольгу Пачехарова? Она создала свой бренд. Альпа. Альпа называется бренд. И можете зайти и посмотреть, какую одежду они делают. И вот сегодня кондинезон тестирую сейчас под моим развивающим костюмом. Вот, попробую, потестирую, сниму. Ну, прохладно, правда, как-то. Но все равно это сделано. Зашел сейчас в зал сделать небольшую силовую работу. Сейчас уже размялся на беговой дорожке. Благо, у нас есть в этом отеле зал. Но он, конечно, не такой, как хотелось бы. Мне нужна штанга, мне нужны брусья, пояса. Но этого, к сожалению, нет. Есть перекладина, брусья, конечно. Вот такая вот штанга. Но там недостаточно веса мне. Поэтому сейчас буду придумать, как обычно. Взял рюкзак с собой, буду положить гантели. И уже с рюкзаком подтягиваться и отжиматься. На брусьях тоже так же буду. Как-то вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Два упражнения благополучия сделал. Мне вот еще по 2-3 раза нужно сделать. Сейчас буду переставлять на брусья тренажеры. И что у меня еще-то брусья. И так же выпад на одной ноге буду повторяться. Потому что у меня нету на две ноги не сделаешь. Выпад тот, который нужен, как обычно делают. Кстати, на мне вы видите комбинезон от Ольги Почуфаровой, фирмы Альпа. Кстати, можете зайти по ссылке в описании, посмотреть одежду, которую она начала выпускать. Они только недавно открылись и начали продавать свою типировку. Я являюсь тестилотом. Сейчас тестирую комбинезон. Сегодня уже потестировал на тренировке на лыжах. И сейчас, как видите, в зале тоже. Здесь немножко прохладно, поэтому я его делал. Так обычно я в футболке хожу. Но сейчас он как раз сгодился. Как видите, у него вот сзади такая сеточка, чтобы выводить влагу. Как раз вот она сейчас. Влага у меня и уходит на самом деле. Также есть подмышками тоже. Это немаловажные такие штуки. И скажу, что качество очень приятное материал для любителей. Вообще, мне кажется, супер зайдет для любителей лыжных гонок. Для биатлона мы, конечно, еще доработаем. Тут нужны силиконовые вставки, чтобы не скользило, потому что он очень скользкий. Нужно будет сделать вот сюда. Нужно сделать на локте. Ну и что там, некоторые моменты есть, которые я обязательно Ольге укажу. И мы их переделываем вместе. Так что заходите, смотрите. Ссылочка будет в описании. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И еще такой момент, как будто бы у меня немножко щеки похудели. И у меня щека... Я ставлю голову и вижу немножко ниже прицел. Я думаю, что это связано с системой. Все же немножко похудело реально. Ну что, ребята, у нас новый день. Посмотрите, какой день. Какой день в Аберхофе я еще никогда не видел. Солнечный. И я уже сделал тренировку настрочную. Немножко поускорялся, немножко пострелял. Вот. И все, в принципе, неплохо. Ну, как бы закисаю. Но... Так. В пределах нормы. В общем, завтра у меня будет, как сказать, генеральная репетиция перед спринтом. Ну, как бы сказать, мы ни на что не рассчитываем. Но нужно, конечно, все равно постараться максимально результат показать. Ну, и самое главное, прочувствовать все свое самочувствие, как оно будет. И, соответственно, уже на спринт готовиться во всеоружии. Продолжение следует... 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 Зашел, потому что немножко задумался. Ну, то, что вздумался, ритм немножко сбил. Я уже хотел откладывать, но вовремя он все-таки успел нажать, и он залетел. Ну, а по ногам скажу, что тяжеловато, конечно, держалось. Легкости не хватает. Но откуда оно будет? В принципе, это уже 22-я гонка моя. И если бы мы не ездили в Корею, конечно, было бы намного легче. А так я бегу и чувствую, что какое напряжение есть в ногах. Этой легкости нет. И с каждым метром все тяжелее и тяжелее. Не то, что как бы там прям... Ну, вяжет, как будто такое ощущение, вяжет. Посмотрю еще по пульсу как там. Но я уже на первом подъеме уже увидел 178 пульса. Это уже красная зона. Значит, скорее всего, у меня там красная зона снова было очень много. А в красной зоне, к сожалению, не очень хорошо находиться много. Потому что уже там ты идешь практически на максимуме. Ну, а будем бороться завтра. Завтра пасют. Я думаю, что там, ну, в районе 40-го места где-то, наверное, я буду. В любом случае, надо завтра просто стрелять. Хорошо. И двигаться. Средненько. И можно вылезти неплохо. Обидно, что место сегодня будет далеко. И это очень плохо. Потому что на мастарт формируется здесь так. Тройка в спринте, тройка в пассюте, тройка в индивидуальной гонке. И 15, получается, с тоталу будут брать. В тотал я не попадаю. Мне, значит, надо в гонках очень близко быть. Ну, то есть, они будут потом, если повторяются с тоталу, то в добор уходят туда. И так далее. А я, к сожалению, далековато еду. Поэтому надо будет выгребать в следующем гонках. Я нахожусь на разминке. Вы не представляете, что у меня внутри. Это просто. Вот такая... Такое нежелание бежать. Потому что я уже вроде как решил, что эти лошадки не побегу. Но опять я здесь выхожу на старт. Плюс здесь у нас где-то погода, может, больше я не знаю. Трасса такая-то мягкая будет. Не знаю, что будет тяжело. Очень неохота. Ну что, вот закончилась 25-я моя официальная гонка. Это было нечто вообще просто, как я предполагал. Просто все сводило. Ноги, бедра вот здесь сводит. И вот здесь вот просто на последнем кругу так свело, что я просто думал вообще не доеду. Метров за 400 до финиша, наверное. Просто нереально. Руки вообще отнимаются. Натолкались только. То, что ноги вообще не хотят толкаться почему-то. Я не знаю. Просто импульса нет никакого. Короче, была жесткая гонка. Нереально. Большую пробежь. Ну, я предполагал, что так будет. Потому что состояние перед стартом было просто адски плохое. Я думаю, что не побегу точно в этом. В Эстерсонде буду проситься вообще. Ну, или не проситься, или отмазываться. Я не знаю. Ну, как-то буду, короче, делать, чтобы не обижать эту гонку. Ну, давай, рассказывай, как гонка. Гонка жаркая, горячая. Яханов, конечно, сейчас не вытягаем. Что могу сказать? Скажение тугое было. Не очень. Каша. Надо было стрелять. Ну, так вот. Кто стрелял? 0,0,1,1. И то, я думаю, выстрелы все рядом были. Что ты там хотел разыграть? А? Что хотел разыграть? Шапку и номер. Где? Шапку латвистскую. Ну, в Инстаграме. Подписаться на мой и на твой канал. Ага. Оставить комментарий по фотографии. Там уже придумано, как все будет. Кручим, заходите в Инстаграм. Правильно? Да. 1-2 победителя. Тоже решим. 1-1 получит шапку и номер, или 2. Когда будет розыгрыш? Я думаю, после сезона. Ага. О. Что вы слышали? Условия будут под видео, под описанием. В описании. Ну, что, ребятки, вот и закончился чемпионат мира. Для меня, к сожалению, он не получился. Но стоит признать, что такая подготовка была такой чемпионат мира, так сказать. Этот чемпионат Кореи, конечно, поперек в голову вообще встал. Нужно было готовиться, а мы перелетали. Сейчас по 13-14 часов дороги там вообще почти сутки получилось. Ну, с автобусами, со всеми. Ну, и плюс, как бы, 4 гонки все-таки наслоились. Знаете, как я чувствовал себя? Просто вот, как будто пустой вообще-то. Многие просто отключались сами. То есть доходили до какой-то стадии и просто вырубались. Особенно это на 20-й прям четко было заметно. Сейчас у меня где-то к километров на 8-10 хватило и все. Вчера у нас был сингл-микс. Но, к сожалению, вы знаете, как мы пробежали. Очень много категория не стреляло, к сожалению. Я... ну, на меня хватает, но такую маленькую дистанцию нормально было. И стрельнул я тоже нормально. Не супер, конечно, может получше, но нормально. Уже настроился, что будет вторую там часть убегать от Исануса. Но мы даже не сортнули. Но так бывает иногда. Поэтому... Сейчас у нас перерыв двухнедельный. Мы остаемся здесь на неделю до 27-го февраля. И переезжаем потом в новое место. Мы хотели сразу туда, но и не получается, не пускают. Хотя там еще трасса, видимо, не готова. Может быть снег будет беречь. В общем, только с 27-го числа. Там, кстати, тоже будет сингл-микс. Я думаю, что мы там побегем уже с Кориенко. Потому что они вряд ли уже категория пускают. Потому что уже не первый раз. Ну, а сейчас я откатываться буду здесь хоть и на что. Нужно восстановить. Мир для меня работа и все. Поэтому катаюсь сейчас. Вышел по классике. Покататься здесь, конечно, хватает. У нас сегодня дождь, туман. Такие, верховская погода. Вот, сломал палку. Сейчас вот почти супер нелегко с одной палкой ходу. И почему-то вот здесь хожу. На такой трассе. И мне прям захотелось поехать в горшину Кёре. Мы там так же катались. Столько если и так, что. Вот такой длинный, такой длинный, прямой. По Насту. Здесь, конечно, трасса, который трак проходил. А там где-то ничего. Чего-то мне даже захотелось поехать. Покататься туда, не знаю. Смотрите, какую штуку забрал сегодня. Для Акси ботиночки. Но что-то мне кажется, что их надо будет поменять. Потому что уже, наверное, сейчас у него такой размер. Вот такие. И вот такие лыжи. С креплениями и палками. Короче, вот так вот. Дождь будет довольна, я думаю. Просто посмотрите, сколько народу идет на стадион в такую погоду. Это вообще просто. Крапец какой-то. Поехал, короче, к казахам. У них есть стиральная машина. У нас нет. И еще потом на стадион поеду поменять. Мне нужно ботинки. Потому что, думаю, что все-таки будут маловастые они. Мы остаемся в Оберхофе дальше. На сборе. И проблемы здесь есть со снегом. И сейчас мы катаемся в трубе. И сегодня будем так же длительно идти на струбе и стрелять в трубе. Я уже в трубе на стрельбе. Вот так вот они выглядят. Здесь никакого, естественно, ветра нет. Никакого нет. И вот там снова труба. Вот так вот это все выглядит. Вот так начали тренировать. Ребята, у нас день отдыха сегодня. Мы решили выехать погулять немножко. Поехали сейчас на крепость. На вот эту. Там наплывет в ЮНЕСКО, я так понимаю. Мы сейчас туда пойдем. Посмотрим, что это такое. Вообще не хотелось ехать, конечно. Но меня Катя уговорила поехать. Я ему тоже уже надоело сидеть в одной гостинице постоянно. Ничего не видеть. Посмотреть. А еще уже так на голову начал давить. Что уже скоро конец сезона. Что уже надо думать. Новые планы строить. И так же еще давит то, что хочу типа в Россию заехать. И вот с границами сейчас с этой проблемой, потом боюсь не выехать. Короче, я не знаю, это же какой это город, честно говоря, но выглядит красиво. Когда здесь погода, наверное, хорошая, то красиво. В двойне. Вау. Прикольно. Как в игрушке. Ассасин скрыт. Нормально. Как в игрушке. Как в игрушке. Как в игрушке. Как в игрушке. Нормальные такие дверки. Мощно, мощно, мощно. Мощно, мощно. Это как она вода сюда. Интересно, забегает. Или ее наполняет. Дополняет. Дополняет. Шикольный вообще. Интересно, наверх можно забраться туда, нет? Можно это сказать. Да, конечно, тут просто такой склон капитальный. Забраться было очень трудно кому-то. Еще сверху, когда тебе там лучники стреляют, так вообще, конечно, мощь, мощь. Реально. В общем, непонятно, как это. Просто выдолблено реально или нет. Короче, мы зашли на эту штуку. Где лучники тут наверху. Сейчас посмотрим, что тут такое. А что за шахта? Деньги. Тут наверно на этих. Кто не слушался? Запихивали. Да нет, тут вода, я так понимаю, что. Пошли мы сейчас в какое-то здание. Смотреть, что тут. Постройки, конечно. А, туда же? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хуай. Ха-ха-ха. У нас с евро спилетик. Вот в это здание. Сейчас посмотрим, что там внутри. Продолжение следует. Продолжение следует. Еще на поле. Валерий Курас Сундуки с сокровищем Тут что такое? Тут наверное просто это молитвенное бар Сундуки побольше уже Валерий Курас Сундуки с Ницше Валерий Курас Угарула Это美ся Все это конечно красиво, но непонятно. Очень интересно, но ничего не понятно. Раздели открытый перышки орла. Здесь он походу спал, нормально такая комнатка у него была. Правда кровать очень маленькая. Пятьсот сороковой, четыреста пятидесятый год, прикинь сколько этим было лайком лет. Вон смотри. Она не сохранилась. А что не сохранится? Не знаю. Шкатулочки такие с сокровищем по-любому были. Как такой хрень еще что-то сражаться еще можно было. Играет музыка. Вот эта библиотека тут конкретная. Книжки так книжки. Играет музыка. А где ш goе. Г啦.